Добрый вечер, ну а почему русские и чеченцы просто, по-твоему, не могут разве навсегда быть вместе? Приедь на родину, будь мужчиной, говорит. Долго будешь как пёс спрятаться. Никогда малые народы не смогут жить отдельно. Есть акулы, политическая карта мира. США, Китай, Великобритания, Россия, все остальные страны под теми или иными. Ну, тем не менее, маленькие народы живут отдельно, имеют свой суверенитет. И, конечно, ты сейчас будешь предъявлять нам какие-то, а как нам, а они зависят, а мы об этом и не говорим. Мы не говорим о какой-то полной изоляции от всего мира. Конечно, мы должны все взаимодействовать как-то экономически, друг от друга, все зависят. Конечно, не без этого. Но, когда речь идет о свободе и независимости, речь всегда идет о суверенитете. То есть, чтобы этот народ на своей территории исторической, чтобы он сам избирал себе власть, чтобы на этой территории действовали законы этого народа, то есть те законы, которые этот сам народ для себя выбирает. И чтобы власть этого народа, избираемая им, могла в соответствии с этими законами вершить правосудие и управлять этой территорией. Вот. То есть, у них свои паспорта, у них свои отношения с другими странами, свои посольства, двусторонние или трехсторонние договора, участие в международных организациях. Вот о чем мы говорим, а не о какой-то там изоляции всего мира. Этого мы никогда и не просили. Томсо, а как ты видишь свободу, как практика показывает, то то, про что ты говоришь, это не свобода, а смена хозяина. Украина тому пример. Ну, я не согласен, конечно, с тем, что Украина тому пример, и она поменяла хозяина. Смотрите, что я подразумеваю под свободой. Я, в принципе, до этого уже сказал, что я под этим подразумеваю. Это чтобы мы, чеченцы, на своей территории сами избирали себе власть, государственный строй, чтобы у нас на территории нашего государства действовали наши законы, выбираемые нами, и чтобы наша власть могла осуществлять эту власть и правосудие на всей территории нашей страны. Под этим, конечно же, подразумевается, что у нас будут отношения с другими государствами, то есть суверенные, как у суверенного государства, свои паспорта, свои диппредставительства в других странах. У нас своя валюта, если мы этого захотим, если мы не хотим использовать другую. То есть все атрибуты свободного, суверенного, независимого государства. Вот что я имею в виду. Но я не имею в виду какую-то изоляцию от этого мира, экономически мы ни от кого не зависим. Это невозможно. В современном мире, при имеющейся сегодня глобализации, такого вообще, в принципе, реализовать такое невозможно. Это даже у тех самых китов, акул этого мира не получается. Даже они зависят друг от друга. Конечно, маленькие государства тем более будут зависеть. Но это не та несвобода, о которой мы говорим. Когда ты имеешь отношения с другими государствами, в зависимости от выгоды для себя, для своего народа, для своего государства, ты выбираешь, с кем тебе иметь отношения, какие там, с кем торговать, кого бойкотировать, то ты суверенен, пока ты сам это выбираешь. Даже если обстоятельства тебя вынуждают, все равно ты суверенен. Вы поймите, что свобода, независимость государства, она, это не равно сила этого государства. То есть, для того, чтобы государство было свободным, суверенным, оно может быть в какой-то период слабым. Оно может даже испытывать такие трудности, быть в таком слабом положении, что будет платить дань другому государству. Как это было в истории халифата. Халифат на протяжении нескольких лет платил дань римлянам или персам, по-моему, римлянам платилась дань, чтобы они не нападали. То есть, ежегодно им выплачивалась какая-то сумма, был договор, давайте вы не входите, ваше войско не входит, вы не завоевываете, вы не над нами свою власть не устанавливаете, а мы ежегодно вам, как откуп, платим какую-то там, тогда золото, в общем, даем вам какую-то дань. И это государство остается свободным, пока оно имеет возможность идти на такие договора, пусть даже очень невыгодные для себя, пусть даже очень унизительные, но пока к тебе, тебя не покоряют, пока над тобой не устанавливают свою власть, и пока тебе не навязывают свои законы, свои праздники и трауры, ты остаешься свободным и независимым. Вот в чем суть. Поэтому, если ты говоришь, у тебя по-любому не будет, ты не будешь силен, как Китай там и американцы, мы это прекрасно понимаем, конечно, не будем на данном этапе точно. Однако, это не делает нас независимыми, точнее, зависимыми. Мы будем оставаться, и любая страна, в том числе и Украина, будет оставаться независимой и суверенной, пока вот эти атрибуты независимости действуют на ее территории, они будут независимы. При этом, да, они будут во многом зависеть. Например, сегодня, даже воюя с Россией, конечно, они зависят от западной помощи. Понятно, что без нее Украина долго не продержится. Но является ли это вот той самой несвободой? Нет, не является. Вот эта вот зависимость, это двусторонняя независимость. И непокорение, то есть не дать покорить России Украину, это в интересах не только одной Украины. Запад не от того, что он такой хороший, просто добрый, в эту тему вошел. Здесь просто прекрасно понимают, что там на Украине все не закончится. Поэтому это уже взаимовыгодные отношения между государствами. И на такое, хотим мы того или нет, мы вынуждены идти. Свобода в том понимании, о котором ты говоришь, ее больше в Европе или в РФ. Та свобода, о которой я говорил сейчас, о свободе государства, его независимости, то ее не больше, не меньше ни там, ни в России, ни в Европе. То есть мы же говорили не о свободах людей, проживающих здесь, мы говорили о государственных, о суверенитетах этих государств. Поэтому в этом плане здесь нельзя сказать, что где-то чего-то больше, где-то меньше. Все государства, все члены ООН, они по сути имеют одинаковые атрибуты своей государственности. Все имеют свои паспорта, свои валюты, свои отношения и так далее. А если твой вопрос подразумевает свободу людей, проживающих на этих территориях, то, конечно, пока еще, пока, в европейских странах где-то больше, где-то меньше. Но в целом в европейских странах, конечно, свободы у людей гораздо больше, чем у россиян. Или, например, у жителей бывшего союза стран СНГ. Не считая Литву, Латвию, Эстонию, я имею в виду остальные. Не ставшие членами Европейского Союза. Но, к сожалению, сейчас в Европе, в европейских странах, ну, очень такая печальная тенденция, когда эти страны идут все больше к несвободе для людей. То есть все больше и больше закручиваются гайки. Как правило, это происходит с таким правым поворотом в этих странах. А в многих странах Европы сейчас происходит этот правый поворот. То есть к власти приходят правые силы. И как результат они урезают свободы для своих граждан. Поэтому я поэтому сказал, что пока еще так. То есть вот это слово пока было мной употреблено, потому что сейчас тенденция, к сожалению, не лучшая. Это пока еще не все страны Европы это коснулось. Но во многих странах, к сожалению, это происходит. Добрый вечер. Ну, а почему русские и чеченцы просто, по-твоему, не могут разве навсегда быть вместе и развиваться, и жить в мире и согласии? Ведь русские – это достойный народ, с которым не стыдно. Ну, с этим, конечно, можно поспорить насчет достоинства. Смотри, почему распадаются семьи? Вот казалось бы, почему, допустим, муж с женой поженились и не могут там жить вместе? Но, как правило, их разводу, ну, много причин бывает, явившиеся их разводу. То есть очень много там бывает причин. И если их сформулировать как-то коротко, то это несовместимость. Из-за каких-то особенностей в характере мужа и жены, несовместимых друг с другом, они вынуждены бывают разоветись, потому что дальше они не могут. И это может быть разная культура, там разные взгляды политические, исторические, иные. То есть там очень много всего может быть. Вот подобно этому ответом на тот вопрос будет, мы несовместимы, мы не можем. Вы поймите, что вместе, чтобы быть в рамках одного государства, у этих народов, у них должно быть что-то объединяющее их, что-то общее. У нас с вами есть полно всего разъединяющего, у нас разные религии, у нас разные культуры, обычаи, традиции, у нас разные языки. Мы даже внешне разные, то есть мы настолько с вами несовместимы, что быть вместе мы не можем. И самое главное, что история показывает, что мы не можем. Вот сколько лет уже Россия пытается нас покорить, держать нас в лоне своего государства, и постоянно это выливается в восстания, в войны, в геноциды. То есть это каждые 50 лет у нас это повторяется. Вы нас и в Кавказскую войну уничтожали, вы выжигали наши села. Потом периодически вновь-вновь появлялись восстания, у вас менялась власть, режимы. Но что бы у вас там ни менялось, ваше желание держать нас в лоне своего государства, в этой оккупации, оно было всегда неизменно. Приходили большевики, вы нас геноцидили, вы нас высылали. Вы экспериментировали, думая, что если нас переселить куда-то в Казахстан, то мы там как-то изменимся, ассимилируемся, перестанем быть для вас проблемой. Но никак эта проблема не решалась. Она и сегодня не решена. Даже вот эта конфигурация, которая сегодня имеется в Чечне при вашем наместнике Кадыры, при ваших законах, вроде бы все. Но даже она вас все равно не устраивает. Вы же понимаете, что это как инородное тело. Но вроде бы как, да, Чечня, она сегодня типа в составе России, но в то же время вы видите, что она какая-то не такая, она не вписывается. Кадыров со своим каким-то мини-султанатом, устроенным там в роли падишаха, вот это все, оно, вы же это отторгаете, вам это все равно неприятно. То есть вы не можете эту проблему решить. А причиной является то, что мы с вами, ну, несовместимы. Нам надо разойтись, чтобы, чтобы далее уже, как нормальные соседи, строить нормальные отношения, ездить друг к другу в гости, туристами работать и так далее. Для этого нам надо сначала с вами разойтись, все зафиксировать, все претензии друг к другу. У нас никогда с вами не будет такого, что претензии уйдут, не будет. Никогда мы вам не забудем все, что вы над нами творили. Никогда мы вам не забудем высылку, не забудем олды, самашки, не забудем эти две войны. Мы никогда этого не забудем и не простим. То есть всегда у нас будет, у нас будут эти трауры. Эти трауры, они, конечно же, связаны с вашими преступлениями. То есть вам, нам с вами нужно разойтись, все эти моменты зафиксировать и потом, так как никуда друг от друга деться мы с вами не можем, мы обречены жить по соседству. И далее мы с вами должны выстроить уже с учетом этих, всех вот этих вот исторических событий, мы должны выстроить с вами отношения. И вот это возможно. Есть прецеденты в этом мире, сегодняшний Европейский Союз миллионами пролили крови друг друга и, видишь, сегодня нормально взаимодействуют. Но они не забыли ничего. Поедь сегодня во Францию, и там памятники стоят Первой мировой войны, и это все памятники тем, кто воевал против немцев. Или памятники Второй мировой войны, поедь в Польшу, и там увидишь памятники советским каким-то солдатам. То есть, несмотря на все вот это прошлое, люди как-то, эти люди, государства, они умудрились зафиксировать и далее выстроить отношения. И вот нам с вами нужно сделать то же самое. Иначе никак. Приедь на родину, будь мужчиной, говорит. Долго будешь как в нем спрятаться. Вообще, можно позавидовать людям, у которых жизненные позиции, жизненные ценности, они настолько легкие. Приехал домой на родину мужчиной. Чтобы стать мужчиной, нужно приехать на родину. Чтобы перестать быть мужчиной, нужно уехать. Ну, то есть, там, где у тебя выбор простой, вот, например, для нас, для нормальных людей, быть мужчиной, это объемное понятие. Туда входит много всего от внешнего вида, заканчивая моральными качествами. То есть, быть мужчиной, это не так легко. И мы вот с детства детей своих, там, воспитывали, ну, мальчиков, чтобы они были мужчинами. Держать слово, попусту не болтать, громко не смеяться, вести себя подобающе. Очень много всего входит в твой, когда для нас, да, вот это вот понимание мужчины, оно для нас очень такое объемное. И вот тут, понимаете, появляется человек, который говорит, будь мужчиной, приезжай на родину, для него все очень просто. Приехал домой, ты мужчина, уехал, ты перестал быть мужчиной. На самом деле, можно им позавидовать, потому что жизнь у них очень простая. Представляете, как ему легко воспитывать своих детей? Он говорит, запомни, сын, если ты на родине, ты мужчина, если уедешь, ты перестанешь быть мужчиной. И все, больше, в принципе, ничего нет. Живи как хочешь. Субтитры сделал DimaTorzok